Что касается цветкового, давайте сначала арморфозы назовём. То есть это такие резкие повышения уровня организации, которые дали им возможность заселить землю. Во-первых, конечно, здесь первое, что надо указать, это появление цветка, который привлекает опылителей. То есть тоже пыльца есть у них, которая должна попасть на рыльце пестика цветка. Второе, ну это, конечно же, у них появление околоплодника, и поэтому для них характерны плоды, не только семена, как у голосеменных, что сильно улучшило возможности распространения семян. В плоде всегда семена, и животное, например, если птица, она склёвывает вишню сладкую, она проглатывает и семя. И в себе совершенно случайно может это семя распространить за буквально сотни или даже тысячи километров. Вот вам уникальность. в общем-то плодов за счёт вот такого сочного околоплодника или вкусного, или одновременно. Так вот, что ещё тут я бы добавил интересного? Ну, я бы ещё сказал о том, что двойное оплотворение, конечно, благодаря которому цветковые имеют триплоидный эндосперм, очень-очень богатый питательными веществами. Это вам не диплоидный, ну, во-первых, даже не диплоидный, да, хотя такого нет ни у кого, но вот, ну и точно не гаплоидный. Как у гола семена гаплоидный, это как-то не очень круто, да, с точки зрения эволюции, можно сказать так. Вот, у него мутации вредные появляются, и часто клетки могут погибать. Потому что вредные мутации в гаплоидном виде легко проявляются. Но мы об этом будем ещё говорить. Вот, я такую вот хотел бы историю рассказать здесь. Дальше. Ну, конечно, тоже цветок, давайте там, например, какой-нибудь, в любом случае любой цветок, это всё спорофит, и он преобладает в цикле развития. Диплоидность, давайте так, диплоидность я здесь покажу в центре. Ну, гометофиты тоже очень маленькие, тоже делятся на мужской и женский. Значит, пылинка. Во-первых, давайте подумаем, раз она гаплоидная, это мужской, а это женский знак будет. Сейчас про женский отдельная история. Пылинка будет, смотрите, из чего образуется. Ну, понятное дело, миоза. Из чего, понятное дело, надо тычинку нарисовать. У тычинки есть пыльник и тычиночная нить. Вот две части. Естественно, что в стенках, в клетках стенок пыльника идет миоз. И вот у миоза нет, и вот образуется пылинка. Вот в этом разница. То есть исходные клетки уже другие. Здесь никаких пыльцевых мешков нет. Здесь клетки и стенки пыльников. Они тут все диплоидное, да, в пыльнике, как и вообще во всем растении преобладает кашидиплоидность. Тут, видите, только пылинки диплоидные. Кстати, пылинку еще называют же как микроспорой. Я хотел вам сказать одну вещь. Дело в том, что цветковые процессы эволюции, ну, в общем-то, и голосеменные также сделали, и голосеменные это впервые реализовали, решили выбрасывать только мужские споры, микроспоры. Разбрасывать их везде. Кстати, обратите внимание, что у нас споры, которые были у папоротенькообразных, они не разделены. Да, мы просто говорим споры, да, или там о... Они не бывают мужскими и женскими, микро и макро. Либо посмотрите на споры о маховидных. Там тоже просто споры, и все. Мы их не делим. А тут уже микроспоры, это пылинка. У цветковых и у голосеменных появляются еще и мега- или макро споры. Сейчас мы скажем здесь подробно о ситуации, которая у цветковых. Но опять же мы видели, что у голосеменных были мега-споры, которые образуются из материнско-спарогенной клетки в семезачатке женской шишки. И обратите внимание, мега-споры уже никуда не выбрасывались. О, голосеменных. Мужские выбрасываются через... Из мужской шишки. И тут тоже, да, из пыльника. Мужское все очень маленькое. И половые клетки-споры, они очень легкие. Ну, вот видите, и споры мужские, микроспоры. И у цветковых из пыльника активно разносятся насекомыми, ветром. Ну, и у голосеменных тоже ветром разносятся. Ну, и животными. Может быть, отчасти насекомыми. Поэтому мужские споры разносятся, а женские было решено в процессе эволюции сохранить внутри растения и у голосеменных, и у цветковых. Потому что из-за женских спор развиваются женские половые клетки в итоге. Да, как мы с вами видели, мега-спора дала сначала эндосперм у голосеменных, а потом там яйцеклетка. И очень важно, чтобы яйцеклетка как бы сохранена была. Надежно где-то внутри в растении, чтобы безопасно сохранилась женская половая клетка. Ну, тем более, они более крупные обычно. Вот это все осталось уже внутри растения. Надежно спряталось. И тем более от цветковых также это произошло. Ну, я здесь вот не смогу нарисовать. Нарисовать я сейчас сотру все и покажу все-таки женский гометофит более крупным планом, чтобы было ясно, что у цветковых, в общем-то, здесь имеется в виду. Это прям для нас очень важно. Ну, во-первых, мы понимаем, что у цветковых есть пестик. Это уже женская часть цветка. И, конечно, у него есть рыльца. Вот это все столбик. И зависть. Самая, можно сказать, существенная часть с ее стенками. Я, кстати, сразу скажу вам, что вот эти стенки все я заштрихую, потому что стенки завязи для нас важны, потому что из них образуется сочная часть или сухая часть. Ну, в общем, околоплотник. Сочная или сухая часть плода, который называется околоплотником. То самое-самое вкусное, что вы персикой едите. А, например, а вот здесь вот уже что будет находиться? Семизачаток. Я сейчас что хочу, к чему подвожу, к женскому гометофиту. Семизачаток, опять же, стенки, вернее, его покровы дадут семенную кожуру, как всегда. Дальше. Вот здесь вот такая центральная часть довольно крупная. Вот, можно было, конечно, что, по-моему, крупнее все это нарисовать, попробуем сейчас раздвинуть. Но, наверное, не очень получится. Да, раздвинем. И, конечно, тут покровы дадут тоже семенную кожуру все как обычно. Да, размеры лучше, когда большие, более крупные. И тогда у нас зародышевый мешок тоже будет крупнее. Значит, а вот это зародышевый мешок. Здесь также вот это все клеточки, клетки нуцеллуса. Вот. И обычные клетки диплоидные в центре. Так могу показать какую-то одну диплоидную клетку, которая выделилась. Да, это материнская спорогенная клетка. Она делится миозом, как всегда, на четыре. И выживет только одна мегаспора. Это уже миоз. Ну, вот эти три я даже не рисую мегаспоры, потому что они погибают. Выживает одна мегаспора. Вот видите, она никуда не выбрасывается. Она остается в семи зачатке. И она, естественно, гаплоидная. Она делится строго три раза. Первый раз на две, потом две на четыре, а третий раз четыре на восемь. Поэтому я должен сейчас восемь клеток. То есть мегаспора претерпит три метоза. Вот это, кстати говоря, проверяли в задачах подсталуге. Спрашивают, какой набор мегаспора имеет? Гаплоидный. Как образовалась миозом из материнской спорогенной клетки? Семизачатка. Теперь там не про мегаспор уже дальше спрашивали. Ну, вот я про нее уже все основное сказал, да, что она гаплоидная, миозом образовалась из материнской спорогенной клетки. А вот если говорить о том, что дальше, ну а дальше была задача про другое. А вот это у нас все. Во-первых, как это все называется? Зародышевый мешок. Это и есть женский гометофит цветковых. Тут будет женский гометофит цветковых. Женский гомето находится. и здесь, раз мы сказали, мегаспор отриазометозом поделится, то тут будет 8 клеток. Одна, вторая, третья, две по центру и три небольшие. Вот это будет яйцеклетка. Это три синергиды, синергиды, а это антиподы. Ну я их а внутри напишу им антиподом. Все они погибнут, в итоге растворятся и синергиды, и антиподы пойдут на питание зиготы в дальнейшем. Вот эти две центральные клетки сольются, образуют диплоидную центральную. Кстати, забыл еще сказать вам. Была задача, спрашивали о наборе хромосом восьмиядерных, вот видите, тут три, две и три, то есть всего восемь ядер, и спрашивали набор хромосом восьмиядерного зародышевого мешка. Конечно, зародышевый мешок, он весь гаплоидный, потому что все эти восемь ядер гаплоидные, они же митозы образовались из мегаспоры. Мегаспоры гаплоидные митозы сейчас сохраняют. Да, естественно, тут зародышевый мешок весь гаплоидный. И как они образовались, вы скажете, что из мегаспоры тремя митозами восемь ядер. Вот их в общем-то образование как было. Ну, дальше вот это все будет диплоидная центральная клетка, у нас тут два N клетки с двумя N, значит, она всего будет 2N. Вот. Ну, и когда сюда прилетает или приносится насекомыми пылинка, она делится, опять же, метозом на генеративную и вегетативную клетки. Вегетативная создает пульцевую трубку, генеративная еще раз на два спермия поделилась, и оба спермия прыгают в трубку вот сюда вот. Вот они уже там. То есть без воды тоже оплотворение идет. Первый спермия сливается с яйцеклеткой, будет зигота, которая даст, давайте сразу вынесу зародыш, опять же, почечка, стебелек и корешок, ну и семидоли, например, две семидоли нарисую, такие небольшие. Это все зародыш, он здесь будет находиться. Ну и второй спермия сливается вот с этой диплоидной клеткой, вот он, второй спермия. Образуется уже 3Н эндосперма, вот это как раз и суть дальнего плодотворения. Вот эндосперма, видите, другого уровня уже, неэгоплодный, как у голосеменных. И вот здесь все это исчезает, да, все эти дополнительные ядра растворяются, начинают расти зародыш семени, и здесь кругом будет располагаться эндосперма. Поэтому в итоге что мы здесь получаем? Мы здесь получаем в центре семизачатка опять же зародыш. Я увеличу его, но он более мелкий. Здесь везде эндосперм, у которого будет 3Н набор. Ну а зародыш весь 2Н имеет. Если вас спросят, какой набор зародыш имеет, зародыш 2Н развивается из зиготы, диплоидные, образованные после плодотворения. Кстати, у нас еще были вопросы. Ну и вот вам семя. А это околоплодник, поэтому это все будет плод. У нас еще были вопросы. Например, какой набор хромосом имеют листья, ячменя, из каких основных клеток они появились, в результате какого деления. Либо иголки сосны. В общем, тут везде одинаковый ответ. все эти листья и хвоинки сосны имеют двойной набор хромосом, потому что это спорофит все, диплоидный. Дальше. из каких исходных клеток образовательной ткани не появились. У вас могут не просто листья примерить, меня спросить, а покровную ткань листьев. То есть какой набор хромосом имеет покровную ткань? Тоже самое. Двойной набор имеет 2N набор покровная ткань. Из каких исходных клеток все это формируется из образовательной ткани зародыша. У нас ключевая ткань образовательная. У вас все эти задачи будут с их текстами. Дальше. В результате какого деления? Ну, конечно, в результате метоза. Образовательная ткань делится метозом и образуется и формируется в общем-то уже другие ткани покровные, запасающие, механические и так далее. И у них, конечно, сохраняется диплойный набор, как и у всех клеток зародыша.